Девушки отдыхают В ходе визита в Киев в сопровождении коллег Маккейн подчеркнул, что Россия должна нести ответ за хакерские атаки, направленные против США. Об этом он рассказал в интервью нашему корреспонденту. Есть множество более строгих мер, которые мы должны принять. В конце концов, это была атака, направленная против США. Атака против основ нашей демократии. Если вы уничтожаете свободу выбора, это значит, что вы уничтожаете демократию. Как сказал сенатор Маккейн, это атака не только против одной конкретной партии, это атака против нашей демократии. И я действительно ценю, что как республиканские лидеры, сама я демократ, сенаторы Маккейна и Линдси Грэм понимают и говорят об этом, поскольку это могло произойти с любой политической партией. И как мы узнали в ходе своей поездки в Эстонию, Литву, то, что мы слышали о хакерских атаках против Украины, это продолжалось в течение нескольких лет. Лет. Это технология, которая может быть использована на президентских выборах во Франции или в ходе выборов в Германии. Избранный президент США Дональд Трамп похвалил Владимира Путина за то, что российский президент не стал высылать американских дипломатов. Решение президента России Дональд Трамп в своем микроблоге в Твиттере назвал отличным шагом и добавил, что всегда знал, Владимир Путин очень умен. Два дня назад США объявили о санкциях против России, которые Вашингтон обвиняет в попытках повлиять на президентские выборы в Америке посредством хакерских атак. Соединенные Штаты объявили персону нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско. Кроме того, санкции подразумевают закрытие двух российских комплексов в штате Мэриленд и Нью-Йорке, которые российские сотрудники уже покинули. Путин отклонил предложение МИДа России выслать в ответ американских дипломатов. По словам Путина, Москве не стоит опускаться до уровня кухонной дипломатии. Обвинение в причастности к хакерским атакам Москва категорически отвергает, а новые санкции, по мнению российских властей, лишь ухудшат и без того плохие отношения с Соединенными Штатами. Мы считаем санкции абсолютно безосновательными, необдуманными. Рассматриваем их как разрушающий фактор для отношения между Соединенными Штатами Америки и Россией. Что касается конкретных сроков выезда наших сотрудников и членов их семей, то я предпочитаю не сообщать об этом из-за опасений, связанных с частной жизнью людей. Боец ММА Расул Мирзаев госпитализирован после нападения в Москве. Инцидент произошел около двух часов ночи. Злоумышленники избили спортсмена и выстрелили в него из травматического пистолета, после чего скрылись. Пострадавшего уже прооперировали. Расул Мирзаев стал известен в 2012 году после инцидента у ночного клуба в Москве. Тогда в результате потасовки погиб 19-летний студент Иван Агафонов. Мирзаева признали виновным в причинении смерти по неосторожности, но освободили прямо в зале суда, поскольку назначенный срок заключения он отсидел в СИЗО еще до переговора. Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении к согражданам назвала исламский терроризм угрозой номер один для страны, а уходящий 2016 год годом суровых испытаний. Самое большое испытание это без сомнения исламский терроризм, который держит нас в напряжении многие годы. В 2016 году его проявления затронули центр нашей страны в Вёрдсбурге, Ансбахе и несколько дней назад на Рождественском базаре в Берлине. Недавно на Рождественской ярмарке в Берлине грузовик въехал в толпу людей. Жертвами теракта стали 12 человек. Предположительное нападение осуществил беженец из Туниса, и, как отмечает Меркель, упоминая эту атаку, мучительно осознавать, что теракты осуществляют те, кто сами ищут защиту. Повышенные меры безопасности в период зимних праздников принимаются в эти дни во многих городах по всему миру. Тем временем мир постепенно вступает в новый 2017 год. Его уже встретили жители Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Вьетнама, Сингапура, Филиппин, Японии и, конечно, российского Дальнего Востока. Вы видите кадры из Сиднея. Красочное пиротехническое шоу по случаю Нового года устроили в этом городе на набережной, рядом со знаменитым оперным театром. Там собрались примерно полтора миллиона человек. Все они наблюдали обратный отсчет и фейерверк. В новогодней церемонии вспоминали многих звезд, которые ушли в жизнь в 2016 году, например, Дэвида Боуи и Принца. Это все на сегодня. С вами был Егор Максимов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok